На что способен человек, обуреваемый ревностью, предсказать невозможно. Иногда это безрассудство, граничащее с преступлением, но бывает и так, что ревнивец идет до конца. Такие события заканчиваются настоящей трагедией. В 1968 году именно так произошло в Курске, два солдата срочной службы расстреляли в городе семью коммунистов в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Об этом, по крайней мере, сообщили вражеские голоса, но на самом деле все было несколько проще и даже страшнее. Никакого политического подтекста эта история не имела, но было убито 14 и ранено 17 человек. Среди убитых были маленькие дети, никто в СССР тогда и думать не мог, что в стране не может произойти террористический акт. А, между тем, на привокзальной площади Курска два солдата, внутренних войск, сами того не зная, его совершили. Рядовой Виктор Коршунов и Фрейтор Юрий Суровцев расстреляли из автомата два десятка человек, а произошло все из-за банальной ревности. Суровцев до призыва в армию проходил лечение в Курской областной психиатрической больнице с признаками психического инфантилизма. Удивительно, что он вообще попал в ряды вооруженных сил и даже получил звание эфрейтора. Его сослуживец, рядовой Коршунов, недалеко ушел от старшего по званию, перед призывом в армию он был отчислен из Института за поведение, недостойное советского студента. Но в войсках он все-таки показал себя с лучшей стороны, Коршунов был лучшим стрелком части, имел знак «Отличник советской армии». Незадолго до дембеля Коршунов получил письмо от своей девушки, в котором она сообщала, что отношения между ними кончились и она выходит замуж за другого. Это история стара как мир, сколько солдат получали такие письма, но Коршунов решил уйти из жизни, заодно захватив с собой как можно больше народу. Рядовой эфрейтор решили действовать сообща. Мстители задумали напасть на какое-нибудь серьезное учреждение, например, на Гарком, КПСС, здание управления внутренних дел или городскую прокуратуру, бойцы взяли с собой два автомата «Калашникова» с боезапасом. Причем весь этот арсенал они спрятали в чемоданах, а чтобы автоматы поместились в них, отпилили у оружия приклады. Проведя регон-сценировку на местности, от идеи захватить Гарком пришлось отказаться. В том же здании располагался опорный пункт милиции, а быть сразу же застреленными не входило в планы Коршунова и Суровцева. Тогда солдаты отправились к железнодорожному вокзалу, там, в доме, выходящем окнами на привокзальную площадь, жила приятельница Коршунова и Суровцева. По некоторым сведениям, оба даже бывали иногда у нее в гостях. То, что было дальше, напоминает фильм ужасов, они позвонили в квартиру, где все уже спали, хозяйка спросила, кто там, Коршунов попросил позвать Тамару. Хозяйка, узнав голос, открыла дверь и тут же упала, скошенная автоматной очередью. В квартире находились восемь человек, в том числе и дети, ворвавшись туда. Преступники расстреляли младшую дочь хозяйки и ее мужа, затем убили их детей, мальчика и двухлетнюю девочку. Проснулась и выбежала Тамара, старшая дочь хозяйки. Коршунов отшвырнул ее в сторону и переключился на заплакавших детей, старшую девочку застрелил, а младший, как утверждают ветераны милиции, разбил голову утюгом, живой осталась только Тамара. Ее связали и заперли в ванной. Почти сутки солдаты пьянствовали в квартире, заваленной трупами и смотрели телевизор. Когда кончилась водка, Суровцев спустился в магазин и купил еще несколько бутылок. На следующий день бойцы заняли позицию окна, из которого отлично просматривалась широкая привокзальная площадь и начали стрельбу короткими очередями. Людей на площади было много и жертвами этой стрельбы стало еще пять человек, затем появился автозак с осужденными, которые должны были в этот день быть на этап. Бандиты открыли стрельбу по автозаку, одного из тех, кто в нем находился, убили. Водитель сумел сориентироваться и отогнать машину в сторону, иначе жертв было бы еще больше. Милицейский штаб, собравшийся в соседнем доме, начал безуспешные переговоры с террористами. Через несколько часов прибыло военное начальство дезертиров, но и оно не смогло уговорить солдат сдаться. Пьяный Суровцев, устав вести бессмысленные переговоры, впал в истерику и расстрелял напарника, после чего сдался милиции. Выводили его из квартиры, переодев его в милицейскую форму, боялись самосуда со стороны собравшейся у подъезда толпы. Суд приговорил эфрейтора советской армии Юрия Суровцева к высшей мере наказания. Есть, правда, легенда, которая гласит, что Суровцев был осужден на 11 лет и что такой мягкий приговор поверг в шок жителей Курска. Но это, скорее, чьи-то домыслы, судя по архивным документам, убийцу все-таки расстреляли. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзени.